Дружба На разных языках В губернии отметили День народов и национальных культур Любовь с этническим колоритом Фестиваль национальных свадеб Пел и плясал Поэт всех армян Литературное наследие Аванеса Туманяна Пока сентябрь занят поисками пестрого наряда Участники самого масштабного в Самарском крае праздника Дня народов Демонстрируют яркую палитру красок национальных костюмов Творческие коллективы один другого краши Создают непередаваемую атмосферу праздника и единение культур Очень рады видеть здесь все национальности И гордимся, что наша Самарская область самая многонациональная Что все мы дружные, вместе И люба! Люба! Каждая культура, она по-своему уникальная Вот так, что очень интересно смотреть на костюмы Потому что в каждой есть изюминка В каждой нации, в каждой культуре И каждый представляет ее по-своему Место основных торжеств остается неизменным Экоград Волгарь Именно здесь создается этнографический комплекс Парк дружбы народов Яркий символ единения и добрососедских отношений Людей разных национальностей Которые живут на Самарской земле Мы хотим показать, что праздник День дружбы народов Это день единения всех народов Проживающих на территории нашей большой области О масштабе праздника говорят и сами его участники Среди них много почетных гостей Из Осетии приехал профессор, заслуженный ученый, историк Людвиг Алексеевич Чиберов Одна из самых больших составляющих, мощней нашей Это дружба народов Советского Союза в свое время Которая у нас следована именно в современной России И вот Самарская губерния является классическим примером Как надо восстанавливать дружественные отношения между народами Как спаивать народы Потому что без дружбы народов Россия далеко не пойдет Гости из солнечного Дагестана Знаменитый народный коллектив Кататоходцев Гунар продемонстрировал самарцам Невероятную ловкость и силу Здесь мало просто пройти по канату Надо сделать это с закрытыми глазами В мешке или прокатиться на велосипеде Это настоящее мастерство Которое зародилось в горах еще несколько столетий назад Раньше канатуходцы, когда у нас появлялись Это было вот когда с горы на гору Вот так переходили через канат С тех пор она осталась в этой традиции Эта традиция началась в Сау-Каре Сау-Кара-1 Есть такое высокогорное село Кататоходцы начались с тех пор С того времен Мы продолжаем их обычные традиции, обряды Каждый участник праздника показывает, на что он способен И тут же с интересом наблюдает за происходящим вокруг Сравнивает свои традиции с обычаями других народов И тем самым обогащает свою культуру У нас 157 национальностей живет на нашей родной самарской земле И для нас двух народов Это самое главное, которое мы должны беречь Это самая главная основа для того, чтобы мы счастливо жили И это самая главная основа, чтобы наша страна в итоге была великой И раньше, и сейчас единение необходимо Участники праздника образовывают общий хоровод, чтобы, взявшись за руки, почувствовать силу друг друга, стать еще сплоченнее, еще сильнее Как вообще в общем хороводе себя ощущаете? Нам очень понравилось Здесь очень красиво Столько много наций, оказывается Даже мы не представляли, в принципе Что в Самарской области столько наций проживает Люблю свой край, люблю наш народ И я горжусь тем, что мы живем в добром соседстве со всеми народами и национальностями нашей области День дружбы народов, объединяющий всех, кто живет в нашем многонациональном регионе Совпал с днем образования Дома дружбы народов В этом году ему исполнилось 15 лет Почетный знак за вклад в укрепление дружбы народов Губернатор вручил людям, которые стояли у истоков Дома дружбы народов Каждый народ имеет свои уникальные свадебные традиции Которые он бережно хранит и передает из поколения в поколение Вот уже шестой год в Самарской губернии проходит фестиваль национальных свадеб По словам сотрудников ЗАГС, сегодня многие пары стремятся организовать настоящую национальную свадьбу Со всей присущей ей атрибутикой С символичными обрядами, особыми песнями и свадебными танцами Молодожены с большим желанием откликаются на то, чтобы Провести обряд, торжественный обряд государственной регистрации заключения брака Именно с этнокультурными свадебными традициями Это я еще раз хочу подчеркнуть, что молодожены, представители различных национальностей Уважают свои корни и, конечно же, с трепетом относятся к своим традициям своего народа И хотя у каждого народа свои свадебные традиции, но есть в них и много общего К примеру, обряд прощания невесты со своим домом и родителями проводят и мордва, и татары, и чуваши, и узбеки Конечно, и у русских, и у татар, и у мордвы, и у чуваш Невесту покрывали покрывалом Считалось, что это покрывало как защита отцовского дома Семьи, под которым она плакала Пела песни родителям своим, в которых говорила Что ж вы меня, родители, родили Я в вашем доме жила, трудилась Я старалась, и сейчас вы мне отдаете в чужой дом Благодарила отца, мать, братьев, сестер за то, что она жила в этой семье Полотенце, рушник сегодняшнего дня Как он вас здесь связал, так он чтобы у вас был связан Это полотенце мы вам дарим Храните его, этим полотенцем детей своих будете укрывать Когда муж с женой поссорятся Этим полотенцем руки свяжут И свое настроение будут между собой разбирать Это полотенце никому не давать Проводы девушки к изузату Красивая церемония, с которой испокон веков начинается казахская свадьба Казахи перед невестой расстилают акжол, белую ткань Которая символизирует чистую, легкую дорогу Живем в России, но традиции свои корни соблюдать хотим Чтобы наши дети узнали традиции наши Традиции дедов, предков И как бы охота все-таки в своем национальном стиле провести обряд свадебный Самое главное, чтобы они жили счастливы и мирные небы над головой Чтобы сладко было молодым, в помощь обряд шашу Казахи верят, что сладости, подобранные во время шашу, приносят удачу Мы придерживались своих традиций, нам очень было это важно, очень интересно И все было классно У нас очень много друзей разных национальностей, поэтому очень рады этому И у нас и русские, и казахи, и татары, и башкиров Рождение новой семьи происходит на разных языках В такие торжественные минуты скрыть волнение и слезы почти невозможно А эти эмоции, как известно, в переводе не нуждаются ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Окунувшись в красивую историю свадебных церемоний Каждая супружеская пара получила в подарок свиток С самобытными семейными традициями Всего же в фестивале приняли участие 167 пар молодоженов различных национальностей На севере Армении есть край необычайной величественной красоты Лари Здесь огромные горы, почти сплошь покрытые лесами Стройные величественные утесы А у их подножия многочисленные селения В одном из них на берегу реки Дебет родился Аванес Туманян Армянский поэт и писатель Еще при жизни его называли поэтом всех армян И до сих пор произведения Туманяна пользуются любовью не только в Армении Но и далеко за ее пределами, везде, где живут армяне Аганес Туманян это, на правда, как для русских пушкин Александр Сергеевич Так и Аганес Туманян для армянского народа Он многогранный, он очень глубокий И поэзия, и проза Туманян такой поэт, что он всегда из детства И дети его читают, и взрослые читают И с возрастом всегда Туманян не покидает человека, который любит литературу Который любит поэзию Самвел Николаевич – богинян из тех, кто умеет не только слушать поэзию Но и доносить дыхание слова до зрителей Он искренне считает, что, чтобы понять душу армянского народа Достаточно заглянуть в поэзию Аванеса Туманяна Поэзия Аванеса Туманяна – это и есть сама Армения Писал известный русский поэт, друг армянской культуры Валерий Брюсов В разные годы стихи Туманяна переводила и знаменитая Анна Ахматова Сами армяне, любя ее творчество, называли поэтессу Ануш на армянский лад Сами армянский лад Сами армянский лад Сами армянский лад Глубокие озера Армении часто сравнивают с глубокими мыслями Аванеса Туманяна На них выросло целое поколение армянского народа Чтобы и дальше традиция жила, но уже на Самарской земле Армянская национально-культурная автономия на Иреи проводит поэтические вечера Пробуждая чувство любви к родному краю, к великому наследию в сердцах современной молодежи Мы, как обратили внимание, родился он в 1869 году и умер в 23-м Это очень сложный период для нашего народа Он волей-неволей вынужден был участвовать в всех процессах, которые происходили тогда И каждое время года, и в зависимости от ситуации Можно было писать, не можно было писать Но он старался передать свои слова другим поколениям Стихи известного поэта звучат как на армянском, так и на русском языках Да и сам Аван Эстуманян переложил на армянский язык многие русские былины, народные сказки и поэмы Диана Агаджанян по образованию филолог, преподаватель русского языка и литературы Нынешний поэтический вечер стал для нее своего рода открытием Девушка обнаружила интересные литературные параллели С каждым разом я раскрываю для себя ее все больше и больше И действительно это правильно, когда говорят, что поэзия сильнее прозы в данной литературе В какой-то литературе национальной В русской литературе замечательные киты, на которых стоит русская литература Это Федор Михайлович Гостоевский, Олег Николаевич Толстой И очень много наших великих прозаиков Также можно провести параллель об армянской поэзии Потому что очень богата армянская поэзия Литература не только зеркало, говорил Аван Эстуманян Обращаясь когда-то, давным-давно к молодежи И если даже зеркало, то волшебное Оно не только отражает время, события, лица Но дает жизни свое тепло и свой свет О жизни многонационального региона Слушайте также каждый первый четверг месяца В эфире Самарского губернского радио Мирного неба вам, крепкой дружбы и взаимопонимания Увидимся в Доме дружбы через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова